Не шагу назад под девизом красноармейцев, который с первых дней войны вел их к Великой Победе. А в наши дни шли участники восхождения к местам боевой славы. Вершины двух перевалов Большого Кавказского хребта Марухский и Холега были покорены ими в память героя России Канамата Баташева. Само восхождение было приурочено 80-летию освобождения Кавказа в Великой Отечественной войне и столетию образования Карачао-Черкесии. К местам боев за перевалы Северного Кавказа отправилась и Фатима Даурова. Раннее утро поездки выдалось пасмурным. По всей республике грохотали грозы. А в точке сбора дождь уже прошел и где-то вдалеке небо заискрилось солнечным светом, который давал надежду на прояснение. Но при любой погоде задуманное восхождение должно было состояться. Настрой группы был неизменен. Первая остановка колонны по Марухскому ущелью состоялась у братской могилы, где захоронены участники партизанского отряда, в числе которых юная партизанка Крымхан Мижева и ее отец-командир отряда Баубек Мижев. 11-летняя пионерка вместе с отцом погибли в неравном бою с гитлеровцами из дивизии «Эдельвесь», пытавшимися выйти через Марухский перевал в Грузию. У монумента с именами защитников перевала участники восхождения провели санитарную очистку, облагородили пьедестал, убрали заросли, а затем возложили цветы и венки в дань их памяти. После колонна выдвинулась вперед к подножиям вершин. Здесь расположен контрольно-пропускной пункт пограничников, где сверяются паспортные данные участников восхождения. И только после проверки группа смогла продолжить свой путь. Дорога показала свой характер. Сложные подъемы чередовались с равнинными территориями из мочаков. Здесь ледниковая река Маруха разошлась в волю, вырезая в ландшафте удивительный витееватый серебряный узор. Профессионализм водителя – залог успешного прибытия в пункт назначения. Полчаса по дороге из разлившейся реки, и вот мы на поляне. Навесшие на вершины скал тучи предупреждали о скором дожде. Поэтому лагерь разбили очень быстро. Километры горных дорог уже позади. Лагерь потихонечку оживает. Палатки уже расставлены. И сердце лагеря, кухня, костры уже разожжены. В казанах кипит вода. И самое главное, мы сейчас подойдем к главному человеку, кухарке, который нам и расскажет, что у нас будет сегодня на ужин. Лена, скажите, пожалуйста, что у нас сегодня на ужин? Шулю. Он какой у нас будет? С баранины. Да. А вы по-особенному рецепту? Конечно, чтобы вы пальчики все облизали. Когда-то в этих местах громыхали взрывы, и эхом от скал отражались очереди из автоматов. Сейчас трещат дрова в костре, и под тонкий проигрыш шестиструнной гитары напевают песню про журавлей – символов безвременно ушедших душ. Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых, не пришедшие полей, не в землю нашу полегли тогда-то, а превратились в белых журавлей. Настоящий вечер туриста с бардовскими песнями плавно перейдет в завтрашние восхождения. Но об этом мы расскажем в нашем следующем репортаже. Фатима Дорова, Алибастана, Вести, Карачаева, Черкесия, Марухский перевал.